Всем привет ребят, вы на канале HammerHit и сегодня я подготовил для вас пятерочку игр, которые мы ожидаем с вами увидеть в 2024 году. А перед началом данного ролика напоминаю, если тебе понравилось данное видео, то ты можешь подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. А мы начинаем, погнали! Номер 5. Final Fantasy VII Rebirth. Игра в жанре ролевого экшена, разрабатываемая и издаваемая компанией Square Enix. А также вторая часть запланированной трилогии ремейка игры Final Fantasy VII 1997 года и сиквел Final Fantasy VII Remake 2020. Геймплей сочетает в себе экшен в реальном времени с элементами стратегической и ролевой игры. Сюжет игры разворачивается сразу после окончания ремейка. Основным протагонистом по-прежнему остается Cloud Strife, бывший представитель элитного подразделения солдат, который объединился с группой лавинов в противостоянии с мега-корпорацией Синра, истощающей жизненную энергию планеты. Кроме того, обе стороны конфликта находятся в конфронтации с легендарным солдатом Сефиротом, ранее считавшимся мертвым. Как и в предшествующий ремейк, Rebirth переосмысливает некоторые элементы из Final Fantasy VII, включая использование полигональной графики в реальном времени, вместо предварительно отрендеренных фонов оригинальной игры. Повествования и сражения разворачиваются в режиме реального времени, в то время как игровой мир стал значительно больше по сравнению с Дмитгаром из ремейк. В игре присутствуют такие локации, как Космо Каньон, Джунон, Курорт Коста Дель Сол, парк развлечений Золотое Блюдце, Нибельхельм и Забытая Столица. В игре предусмотрена гибридная модель стандартного экшена и системы Active Time Battle из Final Fantasy VII Remake, при которой игроки выбирают при помощи команд из специального меню физические и магические атаки, а также предметы, изменяющие характеристики персонажей. В момент активации меню сражения приостанавливаются. Игроки в состоянии улучшать характеристики персонажей с помощью дерева навыков. Из Final Fantasy VII Rebirth вернулись мини-игры из парка развлечений Золотое Блюдце. Помимо старых, таких как Гонки на Чукоба, команда добавила в игру большое количество новых. Как и Final Fantasy VII, в парке есть специальный эпизод Светания Клауда с одним из членов партии. При этом игра определяет компаньона главного героя автоматически, в зависимости от того, с кем тот чаще всего взаимодействовал по мере прохождения. Также известно, что в игре будет вдвое больше побочных заданий, чем ремейк. Предварительные системные требования вы видите на своих экранах. Релиз игры намечен на 29 февраля 2024 года. Номер 4. Black Miss Wukong. Это ролевой экшен по мотивам китайской мифологии. Его сюжет основывается на романе «Путешествие на запад», одном из четырех классических романов китайской литературы. Невиданная земля, каждый шаг в который приносит новые открытия. Вам предстоит окунуться в фантастический мир полный диковинок и глубин древней китайской мифологии. Вы пройдете среди изумительных пейзажей в классической истории «Путешествие на запад» и сами напишите новый эпос «Невиданных приключений». Одна из основных черт «Путешествие на запад» – это богатый мир пестрых противников, описанных в ней, каждый собственными сильными и слабыми сторонами. Вам предстоит сражаться с могучими врагами и достойными противниками на протяжении всего пути. Игра повествует о Сунь-Укуне, короле обезьян, легендарной фигуре в Поднебесной. Наш герой обладает феноменальными способностями – превращаться в мелких насекомых, огромных монстров, создавать своих двойников, а главное он в совершенстве использует свой посох в качестве боевого оружия. Помимо овладения различными техниками боя с посохом, вы также сможете использовать различные сочетания заклинаний, умений, вооружений и снаряжения, чтобы найти собственную стратегию, которая будет наиболее соответствовать вашим предпочтениям в бою. Вам предстоит узнать прошлое множество персонажей, погружаясь за грани боев с ними и знакомясь с пережитой ими любовью и ненавистью, алчностью и яростью, некогда терзавших их и живущих с ними по сей день. Если обобщить все вышесказанное, то Black Miss Wukon обещает уникальное игровое исследование мира, где игроки смогут полностью погрузиться в волшебную китайскую атмосферу. Игра обещает превосходную графику с использованием Unreal Engine 4, виртуозную боевую систему, разнообразные атаки и способности главного героя, а также фантастический открытый мир, наполненный загадочными существами. Предварительные системные требования вы также можете увидеть на своих экранах. Предполагаемая же дата выхода данной игры – третий квартал 2024 года. Номер 3. Suicide Squad – Kill the Justice League, то есть убить Лигу Справедливости. В официальной русской локализации имеет название Suicide Squad – конец Лиги Справедливости. Игра в жанре экшн-адвенча с открытым миром, разрабатываемая британской студией Rocksteady Studios. Анонс игры состоялся в августе 2020 года. Действие игры происходит в открытом мире, основанном на Метрополисе. В игре будет представлено 4 игровых персонажа – Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул. Хотя, наверное, правильно сказать – Кинг Шарк. Хотя в нее можно играть в одиночку, в игре также будет корпоративный многопользовательский режим на 4 игроков. В одиночной игре игроки будут переключаться между персонажами по желанию, в то время как другие персонажи контролируются искусственным интеллектом. Действия игры происходят после событий Batman Arkham Knight, и Аманда Уоллер создает отряд самоубийц. Это оперативная группа, в состав которой и входят наши преступники – заключенные лечебницей Архем. Им поручают секретное задание в Метрополисе, и по прибытии туда они узнают о вторжении Бриньяка на землю и его контроле сознания жителей города, включая членов Лиги Справедливости – Супермена, Флэша, Зеленого Фонаря и Бэтмена. Чудо-женщина, кстати, является единственной супергероиней, которая оказалась не под влиянием Бриньяка. Не имея каких-либо возможностей рассчитывать на помощь героев, отряд должен спасти мир, освободив Лигу Справедливости от управления разума Бриньяка и остановив его до тех пор, пока он не уничтожил весь Метрополис, а впоследствии и весь мир. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и оружием, которые помогут им справиться с различными задачами. Они также могут совместно действовать, используя командную тактику и кооперативные моменты в игре. Игра обещает насыщенный игровой процесс, захватывающий сюжет и впечатляющую графику. Игрокам предстоит исследовать весь Метрополис, сражаться с врагами и боссами, а также решать загадки и задания в своем приключении. 23 февраля 2023 года во время презентации State of Play Rocksteady подтвердили, что для прохождения Kill of Justice League потребуется постоянное подключение к интернету, даже в однопользовательской игре. А также в игре будет боевой пропуск с косметическими для персонажей предметами. Стоит сказать, что выход игры несколько раз переносился. В марте 2022 года разработчики объявили о переносе даты выхода игры на 2023 год, а в марте 2023 года после показа геймплея на мероприятии и последовавшей негативной реакции от игроков появилась информация о переносе игры на неопределенный срок. Но потом уже 13 апреля Rocksteady подтвердили информацию о переносе релиза на 2 февраля 2024 года. Предварительные системные требования, как и ранее, у вас на экранах. Номер 2. Star Wars Outlaws Игра в жанре экшен-адвенча разрабатываем в Massive Entertainment и издаваемая Ubisoft. Однопользовательская приключенческая игра от третьего лица. Действие которой происходит во вселенной Звездных Войн. Действие игры происходит между событиями двух фильмов. Империя наносит ответный удар и возвращение джедая. Вся власть в далекой-далекой галактике по-прежнему принадлежит императору Палпатину. А солдаты и офицеры империи все так же держат в страхе даже самые небольшие поселения на забытых всеми планетах. Это, впрочем, вовсе не мешает проворачивать дела преступникам, контрабандистам и всем, кто не хочет играть по правилам жестокого режима. Продагонистка игры это преступница по имени Кей Вес. Она путешествует по галактике, берется за непривлекательные и опасные задания. Сотрудничает с одними фракциями, ссорится с другими. В общем, делает все, чтобы выжить. Но и вместе с тем, если появится возможность насолить империи. Ни на шаг от Кей во время приключения не отходит Никс. Кей Вес это забавное существо, которое помогает героине в сражениях, решении головоломок и прочих ситуациях. Боевая система в игре будет сочетать стелс, сражения в открытую. Также в игре будут присутствовать сражения с участием техники, космические битвы и разветвленные диалоги. По словам креативного директора Джулиан Геррити, они с коллегами выбрали именно этот период, поскольку являются большими поклонниками оригинальной трилогии. Он также отметил, что это идеальное время для различных криминальных элементов, поскольку в этот момент повстанческий альянс залег на дно, Галактическая империя увеличивает свою власть и расцветают преступные синдикаты. 11 июля 2023 года на Xbox Games Showcase был представлен трейлер игры. На следующий день на презентации Ubisoft Forward было показано 10 минут игрового процесса. Выход игры запланирован на 2024 год для PlayStation 5, Windows и Xbox Series XS. Предварительные системные требования все так же вы можете увидеть на экранах. Номер 1. S.T.A.L.K.E.R. 2. HAD OF CHERNOBUL. Сердце Чернобыля. Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром. Разрабатываемая компанией GSC Game World. Должна стать очередной игрой серии S.T.A.L.K.E.R. Как и в предыдущих частях серии, действие S.T.A.L.K.E.R. 2 происходит в зоне отчуждения чернобыльской АЭС, куда авантюристы-сталкеры проникают в поисках фантастических артефактов, но сталкиваются с мутантами, аномалиями и другими опасностями. Планируется, что игра будет сочетать в себе элементы жанров шутер от первого лица и survival horror. Игра также предложит для исследования обширный открытый мир. Как я и сказал, действие происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где помимо аварии в 1986 году, в 2006 произошла вторая катастрофа, в результате которой физические, химические и биологические процессы на данной территории изменились, появилось множество аномалий, артефактов и существ мутантов. Игра предлагает открытый мир с нелинейным сюжетом, где игрок может свободно перемещаться и выполнять множество заданий, выбирая свой собственный стиль игры. Обещают улучшенную графику, физику, более реалистичное поведение NPC и улучшенную систему искусственного интеллекта. Разработчики отмечают, что проект S.T.A.L.K.E.R. 2 будет более амбициозным и масштабным, чем его предшественник, с более глубокой и запоминающейся историей, новыми локациями, персонажами и заданиями. Официальный анонс игры состоялся аж 13 августа 2010 года, а выход планировался не раньше 2012 года. Однако в декабре 2011 года работа над ним была заморожена. Сама GameWorld оказалась на грани закрытия. Проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В середине мая 2018 был объявлен перезапуск разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 уже новой командой. Весной 2023 года в интернете появились утечки материалов, посвященных разработке игры. А в конце мая 2023 года в открытом доступе оказалась вполне себе играбельная сборка S.T.A.L.K.E.R. 2. Игры, которые мы с вами ожидаем увидеть в 2024 году. Также напоминаю, что указанные в данном видео системные требования для игр предварительные. И есть вероятность того, что они поменяются. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok